ОБСЕ поможет Украине избавиться от токсичных веществ. На складе ракетного топлива вблизи города Радехов Львовской области уже 25 лет хранятся контейнеры с высокотоксичной смесью, которую называют меланж. До развала СССР её использовали для изготовления ракетного топлива. 20 июля было объявлено о том, что начинается активная фаза транспортировки меланжа в Россию. В первой партии на утилизацию будет отправлено около 400 тонн вещества. Тендер на получение компонента ракетного топлива выиграли два российских предприятия – завод имени Свердлова в Дзержинске и Бийский олеумный завод. На российских заводах этот меланж воспринимается как сырьё. Соответственно, из этого сырья получаются довольно ценные продукты – это азотная кислота, нитробензол и в дальнейшем вовлекается в технологические процессы изготовления других товаров народного потребления. Например, это анилиновые красители, это поролон, это монтажная пена, ну и так далее, даже мягкая мебель. Финансирование и координацию этого проекта частично взяла на себя Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. В данном конкретном проекте сочетаются все три формы взаимодействия – именно сотрудничество военнослужащих по линии Министерства обороны, также и решение вопросов экологии и прав человека. Поэтому как раз-таки этот проект и нашёл отклик и поддержку со стороны стран-доноров, несмотря на тяжёлые условия финансового кризиса, которые, естественно, затрагивают все страны. Вещество меланж является очень токсичным, поэтому все сотрудники базы носят защитные костюмы. Вдыхание испарение может вызвать тошноту и рвоту. От попадания на кожу появится химический ожог. Из-за повышенной летней температуры есть здесь работа и для пожарных. Им приходится поливать контейнеры с меланжем, чтобы они не перегрелись. «25 лет и больше он находится в данных цистернах, и за это время успел изменить свою химическую формулу и свой состав. И жидкость, которую мы называем меланж, уже стала ещё более агрессивной, и наблюдается активное разъедание стен ёмкости, где он хранится». Перевозка этого компонента ракетного топлива началась ещё в 2009 году, когда с западной Украины в Россию отправили 2740 тонн жидких химикатов. К концу этого года с базы вблизи Радехова планируют вывести около 2500 тонн химических веществ.